Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе, очередная обнова, смотрите что нам добавили, какие тяги, смотрите, вот на эти тяги, какой рюкзак крутой, также скиллы мы теперь можем видеть, какие крутые скиллы, апнули арбалет и древковое оружие, то бишь пику, истинное копье и великолепное копье, редкие героические навыки, увеличена дальность умения, срабатывает после попадения умением дальнего боя, герой войны, героическая, увеличена дальность умения, абсолютное копье легендарный, увеличена дальность умения, теперь срабатывает после попадения умением дальнего боя, абсолютное копье срабатывает при наличии изученного великолепного копья, громовые раскаты легендарный, увеличена скорость, пока персонаж находится в вихре молний, Грохот землетрясения легендарный, улучшен эффект притягивания окружающих целей при использовании умения, неприкасаемая сила легендарный, увеличен шанс наложения отрицательных эффектов на врагов. Путы молнии легендарный, увеличена дальность умения, погружение в шторм мифический, при использовании умения временно усиливает защитные способности, дополнительно увеличивает дальность умения и эффект притягивания окружающих целей. Переходим к арбалету, также некоторые умения арбалета изменены, побег героический, теперь при использовании умения можно выбрать, к какому члену группы или клана переместиться. При выборе цели себя, дополнительно увеличивает скорость и усиливает защиту. Дальше у нас кувырок назад, героический, теперь при использовании умения позволяет передвигаться быстрее, неподвижность героически. После окончания действия паралича, накладывает отрицательный эффект, который ослабляет атакующие способности. Проклятие неподвижности легендарный, увеличивает число целей и после окончания действия паралича, накладывает отрицательный эффект, который ослабляет атакующие способности. Фокусировка легендарный, при использовании пронзающего выстрела, накладывает положительный эффект сопротивления смятению и увеличивает шанс крит атаки. Мощный кувырок легендарный, увеличивает время действия отрицательного эффекта, накладываемого мощным кувырком. Рассеивание силы легендарный, орб лучше попадает по персонажам. Это наверное скилл касается дисциплины, да? Песконечное ограничение легендарный, отрицательный эффект, который не дает сменить снаряжение, срабатывает лучше. Пустота измерений мифический, увеличивает время действия пустоты измерений, добавляет эффект, который ослабляет атакующие способности. Идем дальше, добавлю новый рейд клана. Остров пробуждения. У вас есть ограниченное время на убийство боссов. Это клановое мероприятие, клан должен быть 16 уровня, 1 раз в неделю, лимит времени 20 минут. Порядок по возрастанию сложности, юг, центр, север. Чем сложнее босс, более щедрая за него выпадает награда. Так я понимаю, это там мобы еще появляются какие-то, улучшенный кристалл, улучшенный камень битвы. Тут же какие-то итемы вот видим идут, которые дают вам бафы, как их лучше использовать, как их брать, это мы все увидим. Появляются 4 пробужденных босса. Юг, север, центр, центр. Появляются боссы по времени. За 16 минут до завершения, тут видим за 12. Последний босс за 4 минуты до завершения. Также выпадают различные награды. С помощью предмета яйцо с клиноподобным осколком. Можно создать и нового агатиона. Тем какой-то будет выпадать или покупать будем. Нужен 16 уровень, рейд клана, уровень. Интересный ключ. Всегда такие красивые картинки за манухи. На создание ключа нужно 10к кристалла. Исключительные материалы в количестве по 5 штучек. Я что-то не уверен, что обычные мембры смогут сюда ходить. Их узнают, может хоть мобов побить. Там, наверное, мобы будут. Интересное. Ну посмотрим, посмотрим. Вот такой вот клановый остров пробуждения. Убийца демонов. Добавлены пробуждения на красные и некоторые синие скиллы. Также добавлен редкий клиноподобный осколок. Вот такой вот агатеончик, который закрывает точность. Урон обычных атак, блокировка оружия. Добавлены предметы, такие как благословенная брошь веры и отваги. Можно соединять. Соединяя две броши, обычные, не превращаются в благословенную. Выше статы, чем, к примеру, у вас брошь на плюс 3. Две штучки вы соединяете в одну, и она становится как четвертая. Хоть плюс третья. Она благословенная. Это так работало. Добавлены временные редкие коллекции, обновлены коллекции книгами об истории. Физзащита, весь урон, точность. Теперь легче различать область квазаров, вражеских целей. Улучшено отображение отрицательных эффектов, пустота измерений. Список для сумки и умений улучшены. Они называют это улучшение. Не, я не спорю, круто, но как-то сместить его влево хотя бы немножко. Может на телефоне это будет сотреться. Но тут это неудобно. Можно, конечно, сделать вот так. Настройки, масштаб, да? 100%. О, вернулось, оно вернулось. Давай где-то сделаем 80, да? Посмотрим, 80%. Так вроде бы и неплохо. Там почитать какие скиллы, очень удобно. К ивентам у нас появляются два новых ивента. Неважно, там победа, нищая, поражение. Дают дополнительный сундук, которым будет зелье пробуждения среднего качества. Три штучки. Также писемка утром и вечером. Энергия инхасад. Припасы. Поддержки завоеваний. Реликвия энергии. Магические фрагменты нового измерения. Добавляется вот такой вот ежедневный бонус. Очень неплохой ежедневный бонус на 7 дней. Финальная награда у нас карты мастера. Ну, каждый день нам по 4 штучки карты дают. Для новичка, который донатит, начинает. Тут и артефакты есть роскошные. И реликвия. Кристаллы души. Кашича банда. Даже вот первый день попытка легендарный. Понимаем, ну, 1% это очень хороший процент. Добавлена смена класса в пику и арбалет. Вот 12 монет. Итого уже 5к алмазов. И я смогу всего 5к алмазов. Всего ничего. 2 красных скилла. Можно на аукционе, конечно, посмотреть. Может дешевле будет. Трехэтапненький. И 1700, в общем, алмазов, если будем покупать все. Карты. Расходка, которая нас бустит. Или развитие. 1700 алмазов. Как по мне, ну, дороговастенько. Как-то очень дороговастенько. Даже видим, карты мастера есть. Так, за реальную валюту 1200 алмазов. Кристаллы души. Кашича банда. Лосыная святая вода. Карты класса. Дальше у нас вот такой вот. Вот это очень неплохой пак. Вот таких 6к алмазов мы тратим. Сундучки поточить. Бежу. Расходка. Вот это очень неплохой пак. Очень неплохо. 40 карт считайте за 6к алмазов. Я бы взял бы такое. Если мы скупаем 4 пака, 30 сундучков, поточить бежу, которая вам нужна. Трехэтапные паки обычные. За которые мы создаем, ну, можем попытать удачу создать брошь. 6-ю отваги или веры. Если не удача, нам возвращается карта. Но это если мы скупим все паки. Ну и карта мастера. 11 раз. Потом в самих паках. Карта артефакта бездны. Таки поручения, ордена, кристаллы. Улучшенный кристалл. Для пробуждения. Бластинная Святая Вода. Снова идут компасы. С компаса вот получаются вот эти знаки Пентакля. Что я в прошлый раз пропустил. Из-за компаса мы можем скрафтить, к примеру, вот такие вот цветочки. Промоушен. Даже не успели скрафтить. Это ребята расслабились. А то было уже сразу скрафчено. Идем дальше. Такие Пентакли. Это, наверное, на постоянной основе. Они временные. До 26.02. Очень интересно. В книге наследника скорость магии плюс 5. Сопротивление оглушению 5%. Сопротивление удержанию 5%. Увеличивает иммунитет. Полностью восстанавливает здоровье персонажа после воскрешения. Блокировка оружия 5%. Дальше. Которых при неудаче может легендарный камень выпасть. Можно хорошо продать. При неудаче. Но чтобы залутать вам это все. 18 ка алмазов вам нужно, чтобы попытать удачу. Получается. Но вы 7 ка алмазов возвращаетесь. И не удача. А если удача, то вы, ё-моё. Бездность легендарной книгой на выбор. Я не знаю. По 60 ка алмазу, наверное, будут уходить. Грация, Красная, ДН1, ДН2. Ну, как бы уже, наверное, ДН1, ДН2 дешевле купить с аукциона. Вот такие вот обновления. Пиши свои комментарии. Как твоё настроение? Завтра жду на стриме Мафии. Продолжение следует.